Мы фактически бросили И в экономическом плане, и в политическом плане, и в культурном плане горные территории И чем это обернулось? Вот некоторые ученые пишут, что 35% конфликтов, они находятся в горных территориях Вы понимаете, в свое время дагестанцы по-братски приняли Ермолова И он даже пишет отчет царю, что я встретил в Дагестане в горах самое доброе отношение к русским и так далее А почему потом это обернулось войной? Потому что закрыли горцев в каменных мешках, не выпускали их для торговли Значит, остановились многие процессы А мы же в основном жили за счет торговли в Астрахани, здесь в Тарках и на той стороне Тифлиси и так далее И горцы вынуждены были заниматься набеговой экономикой Именно в этой ситуации, а не потому, что это свойственно горцам Надо горцам открывать пространство, а не закрывать их Я еще раз подчеркиваю, что, следовательно, вот эта наша политика А точнее, отсутствие политики Привело к тому, что люди, молодежь стала уходить с гор Потому что работы нет, условий нет А чем занимались мы здесь на равнине? Мы занимались своим бизнесом, своими делами, своими родственниками И вот этот миграционный поток пошел стихийно в разные регионы Дагестана Усложняя в том числе и межнациональную ситуацию А для чего государство вообще создается, для чего нужно государство? Для того, чтобы регулировать эти процессы Направлять их в безболезненное русло Направлять эти миграционные потоки на незанятые территории Там, где нужны рабочие руки Они все поехали Баба-Юрт, Кизляр, Кизлярский район и так далее И потом мы говорим там Вот такая-то национальность такая Такая-то национальность такая Это потому, что правительство не имело своей национальности нормальной А национальность правительства это государственность Граждане являются национальностью для правительства И надо было эти вопросы регулировать, и надо было этими вопросами заниматься, а не наваливать на людей все эти проблемы в куче. Поэтому мы должны выстраивать, даже если поздно и сегодня, эту политику обустройства людей, но при этом не усложняя жизнь тем, которые уже проживают в этих местах, в этих районах. И при этом надо понимать, что равнина живет во многом за счет ресурсов гор. 90% водных ресурсов в мире люди берут с горных территорий. Если кто-то будет выступать против горцев, мы оставим без воды. Приятно это кому-то будет? Нет. И многие другие вопросы экологии, экологии, зависят от горных территорий. От горных территорий. Поэтому мы ставим сегодня задачу, но эта задача была поставлена еще в Рио-де-Женера, когда проводился саммит по экологии. И в многих международных организациях этот вопрос ставился. Мы должны ставить вопрос об устойчивом развитии горных территорий. Что такое устойчивое развитие горных территорий? Это когда реализуется комплексный подход. Когда экономика, экология, культура и целый ряд других моментов решаются в комплексе. Вот наша программа развития горных территорий, которую мы приняли позапрошлом году. Такие ориентиры есть, хотя программа пока примитивная, потому что нет ресурсов для реализации по-настоящему. Но объявляя год гор в Республике Дагестан, мы ставили задачу обратить внимание на эти проблемы. Потому что это в интересах нашего государства, это в интересах наших народов. Еще раз приветствую всех на горном форуме и желаю творческой, продуктивной работы. Спасибо. Значит, приветствую Сергея Алимовича Меликова, организаторам, участникам горного форума. Приветствует, считает, что это очень важное мероприятие. И указывает, что из 41 районов, значит, 30 горные. И не случайно республика стала местом проведения этого форума. Говорит о том, что надо заниматься бизнес-проектами, строить дороги, заниматься образованием, здравоохранением. То есть обеспечивать все сферы жизнедеятельности, горных территорий. От всей души желаю вам, уважаемые коллеги, успешной, плодотворной работы. Аплодисменты Меликов. Вот если вспомнить об истории Дагестана, многовековой истории, какой экономический проект оказался самым удачным за все время? Отходничества? Нет. Электростанции – великое творение социализма, которое построено в 20 веке. Вне всякого сомнения, это величественный труд. Но я думаю, что все-таки самым успешным экономическим проектом за всю историю Дагестана было террасное земледелие. Это горы и горцы, которые с огромным трудом возвели этот памятник трудолюбия. Благодаря террасному земледению много веков без ставропольской муки дагестанцы жили в условиях полного самообеспечения. Я думаю, что это самый успешный экономический проект. И если это было возможно в истории, то это возможно и в будущем. И поэтому совершенно прав Рамазан Гамбуржабарович, который говорит о том, что нужно сначала создать горную хартию. Он эту идею развивал еще в начале 90-х годов. Но, видимо, всему должно прийти свое время. Вот время сейчас настало для того, чтобы принять горную хартию в России. И эта горная хартия должна быть основой для принятия федерального и регионального законодательства о горных территориях Российской Федерации. С этого надо начинать. Надо показать федеральному законодателю, что есть специфика горной экономики, горной социальной жизни, горного дорожного строительства. То, что не умещается в обычные лекала. И мне кажется, вот то, что сегодня мы с вами собрались, это и есть основа для того, чтобы создать и горную хартию, и в последующем особое специфическое горное законодательство Российской Федерации. Спасибо. Развитие малого и среднего предпринимательства, поддержка предпринимательства в горах. Нам на республиканском уровне приняты все необходимые нормативно-правовые акты. Это предоставление каникул двухлетних, если предприниматель вышел из тени или впервые зарегистрировался в производственной, социальной и научной сферах. Это и ограничение проверок или вообще отсутствие как таковых. Ну и, конечно, средства, которые выделяются по линии Миниэкономразвития Российской Федерации. В прошлом году мы выделили порядка 63 миллионов рублей. В текущем году предполагается, что эта сумма будет в разы. Уважаемые Рамазан Гадимураевич, Лев Владимирович, мы должны понимать и понимаем, что бюджеты горных территорий, они высокодатационные. При этом нами проводится огромная работа по актуализации объектов капитального строительства, земельных участков, расширяем налогооблагаемую базу, занимаемся снижением неформальной занятости. Да, это бюджет, но в то же время мы должны понимать, что лучше, чем глава поселения, никто не знает, у кого какой автотранспорт, заплатил ли он за это транспортное средство, транспорт, налоги или нет. Мы обратились с инициативой в Государственную Думу Российской Федерации о том, чтобы передали транспортный налог на уровень местный. Это позволило бы в том числе решать вопросы местных наших поселений. Конечно, раз народ хлопает... Да, я заканчиваю, Рамазан Гадимураевич. Конечно, все эти меры, которые принимаются руководством республики, не найдут логического завершения, если не будет качественных государственных муниципальных услуг. Это и образование, это и здравоохранение, это и вообще оказание услуг в электронном виде. И вы знаете, что во всех наших райцентрах, в том числе и горах, мы построили многофункциональные центры. Самое главное, развитие территориальной системы населения, расселения, природные условия, образ, порядок, культура жизни народа в России и проживающих в горах на современном этапе представляют собой очень сложный и проблемный клубок. Мы подготовили на ваше рассмотрение проект федерального, концепции федерального закона в горных территориях Российской Федерации. И, кстати, сам закон тоже готов у нас. Мы не рискнули его сегодня раздать, а проект у вас. Подготовили проект концепции горных арти республики Дагестан. Сегодня будет подписано соглашение с русским географическим обществом. И все это даст хороший положительный импульс для развития наших горцев, горных территорий и так далее. Но хотел бы обратиться. Если эти наши инициативы не найдут продолжения в федеральных органах исполнительной власти, конечно, в первую очередь в Министерстве экономического развития Российской Федерации, и думаю, что Минкавказ нас также поддержит, то это останется только в Дагестане. Пользуясь тем, что у нас федеральный министр, хотел бы еще раз сказать то, что сказал здесь Ирай Юрий Адакадьевич. Отсутствие фактически четко обозначили региональные политики в государстве. Если была бы региональная политика и было бы Министерство регионального развития, не надо было создавать отдельные министерства по Криму, Кавказу и так далее. Региональная политика – это учет всех особенностей регионов и собирание страны. Почему нет политики рационального размещения производительных сил по регионам? Каждый строит, что попало, независимо от того, что рядом есть или нет. Я приведу один пример, мне его не всегда поддерживают, говорят, не приводи, но я приведу его. Южный Тироль, горная территория на севере Италии, при том на границе между Австрией и Италией, где последние сто лет шли после Первой мировой войны постоянно конфликты, связанные все-таки чья это территория, независимость и все остальное. Еще в 90-е годы, поверьте, там ситуация была катастрофическая. Площадь 7 тысяч квадратных километров, проживает полмиллиона человек. 10% только может быть вовлечено в хозяйственный оборот, остальное все горы. Правительство сегодня, это часть Италии, автономная республика, приняло закон, что 90% налогов, которые зарабатываются на территории, оставляются в регионе. Коллеги, знаете, какой у них бюджет собственный? 400 миллиардов рублей. 400 миллиардов они зарабатывают в таких же условиях, в которых мы с вами живем. Мы что, хуже? Поэтому иногда, может быть, не надо далеко смотреть, высоко с гор туда куда-то, а нужно посмотреть, почему мы это не пользуемся. Сегодня есть отраслевая программа развития сельского хозяйства, понятно обозначенная президентом приоритет. И в том числе наши ниши с вами, плодовые, ягодные, овощи, как раз картофелеводство, семеноводство. Это все то, что мы можем делать. При этом это не требует больших хозяйств. Это может быть как раз организовано террасное производство, что там и делается. По 2 гектара у каждого, скажем так, жителя, который этими обладает. Да, создана система, правильно, сбора, хранения продукции и так далее. Экотуризм, соответственно. Но правильно, что вы делаете. Везде проведены дороги, чтобы можно было добраться и помощь получить и места уникальные, и продукцию, и технику, и все остальное. Ручной труд не страшно. Наоборот, сегодня в сельском хозяйстве, в даже капельном орошении, ручной труд это основа качества продукции, это как раз то, что нам нужно. Поэтому вот очень часто мы почему-то смотрим далеко, не видим, что рядом. Обращаю внимание, есть у нас возможность, у нас сегодня большие конкурентные преимущества. Да, должна быть концентрация усилий. Да, должны быть соответствующие, правильно ресурсы направлены. Должна быть последовательная политика всех органов власти. Но что еще очень важно, должно быть доверие собственного бизнеса. Потому что о том, кто владельцы являются там, всех предприятий, горнолыжных курортах, местные жители. Местный житель, в первую очередь, поверил в себя и вкладывает деньги. На первом этапе государство подставило плечо, конечно, там поучаствовало в формировании капитала, что мы сейчас тоже через нашу госпрограмму планируем реализовывать. Не все получается, понятно, сейчас боремся за финансы. Но ключевое, о чем Розван Гураж сказал, это формулировать доверие. Вот я и вчера, и сегодня там был на ряде предприятий. Небольшие нам и не нужны они, но именно жители Дагестана вложили, развивают и так далее. И это вот есть одно из ключевых точек опоры. Поэтому горные территории, это не только, я говорю, это проблема, это и преимущество. И наша с вами задача как раз сфокусировать, найти наши конкурентные преимущества для того, чтобы создать равную, я еще раз говорю, а не иждивенческую нашу позицию. Да, где-то должны быть особенности, мы понимаем, по школам, по больницам, я согласен, не может быть такой матрицы, да, когда там, особенно то, что мы вчера видели, на высоте, когда там даже кажется рядом, вот он, руку протянуть и поселок, а на самом деле туда час ехать там. Но это должно быть, да, и сегодня выстраивается, да, ну, органам местного самоправления, регионам, как раз учитывая эти особенности, сейчас и Министерство образования, и Министерство здравоохранения, не вот такую жесткую схему, да, там трехуровневую и все, там есть модели. Понятно, может, они актуализированы, но я обращаю внимание, что есть аналоги, где действительно в таких же, а может быть и в более сложных стартовых позициях достигают это. Чем мы хуже? Мы же не хуже, но здесь нужно действительно всем вместе работать, действительно пахать, пахать и еще раз пахать, в прямом переносном смысле. Понятно, при четкой государственной политике, здесь я полностью согласен, и у нас есть эти возможности, коллеги, но именно сейчас, когда так есть окно возможностей. Спасибо. Россия и бывший Советский Союз имеет свой уникальный опыт. Я просто приведу очень короткий пример, чтобы проиллюстрировать его из страны, которую хорошо знает Рамазан Гаджимурадж, где он был послом в Таджикистан. В 30-е годы, когда только-только происходило становление, тоже близко было и в Дагестане, кстати, становление государственности этой страны, все силы Академии наук СССР, Госплана были кинуты на то, чтобы разработать стратегию развития Таджикистана, как говорилось тогда, это отсталые, бедные, аграрные страны, чтобы она, минуя стадию капитализма, перепрыгнула к социализму, то есть сейчас, говоря, на нынешнем языке, чтобы была проведена модернизация. Это тоже тот огромный вопрос, то, что Таджикистан, это с тысячелетней историей страны этого региона. И здесь было два момента, очень важные. И лозунг был выдвинул совершенно правильно, он на самом верху уровня был. Таджикистан должен стать факелом, маяком для соседних слабо развитых стран Афганистана и Индии. Тогда Пакистана не было, вот Памира было всего 16 километров через Ваханский коридор. И это был очень интересный эксперимент. И здесь тоже два момента, которые тоже нам надо всем иметь в виду. На уровне государственном республика, конечно, достигла больших успехов. Гидроэнергетика, горная металлургия, образование, Академия наук, все там есть. Когда мы перейдем с вами к горным сообществам, жителям Кишлаков, картина будет более сложная. Да, мы получили грамотность, мы получили медицинское обслуживание, слабо и худо-бедно дороги. Но горцы стали, как это помягче сказать, важными инструментом поднятия хлопковой независимости. Когда из кишлаков людей принудительно или полудобровольно переселяли на хлопковой плантации. Что имеют в себе последствия. Я не буду эту тему развивать, просто хочу, чтобы мы все помнили этот опыт. Он имеется в той или иной форме и в Дагестане, как я понимаю. Потому что это другой случай, другой, как говорится, контекст. Но это надо иметь в виду. Вот беда наших парламентариев, они до сих пор, они забыли даже, что у нас федеративные государства. Поэтому в федеративном государстве не расписывается так подробно каждую норму. Ну, Галина Александровна, может меня исправить, если я не прав. То есть федеративные государства в большей степени определяют общие принципы. А регионы должны конкретизировать с учетом... Потому что в Алтае, Туве и в Дагестане разные горы и разные условия сохранения горных территорий. И традиции развития тоже горных территорий разные. Поэтому к вам прошло, чтобы вы не уезжали из Дагестана, работали вместе с нами. Хорошо, я в Куруш, я готов перебраться. Спасибо. Ну, мы знаем, затраты, собственно, в экономике рассматриваются как издержки, в бухучете как себестоимость. Но смысл, он в общем-то один. Это три сегмента вот этих самых издержек. Первые, так называемые, средние отраслевые издержки, которые зависят от технологического уклада и которые, в общем-то, слабо или почти не поддаются регулированию на региональном уровне. Вторая часть, второй сегмент этих издержек – это те факторы удорожания, которые связаны с природно-климатическими, географическими, историко-культурными и другими факторами. Ну, применительно горным территориям – это, конечно, прежде всего рельеф, общая зажатость экономики, доп. издержки, связанные с развитием транспортно-коммуникационного, комплекс энергетики и так далее. Но есть еще и третий сегмент, так называемый Дельта-2, который связан с теми экстремами, которые возникают в ходе развития той или иной территориальной системы, в данном случае горной. Ну, с природными рисками более-менее мы все знакомы, и они находятся как бы в центре нашего внимания, я на эту тему не буду распространяться. А вот экономические риски – это те, которые возникли относительно недавно, и их значимость все время возрастает с точки зрения издержек, по мере того, как Россия все глубже интегрируется в мировую экономику. Мы все помним, что кризис азиатский 2002-2003 года, наша экономика на фазе компенсационного роста практически не заметила. Кризис 2008-2009 года, вот эти 57-летние циклы, он ударил уже существенно больше. Совершенно очевидно, что по мере того, как эта интеграция неизбежная будет продолжаться, каждый следующий 57-летний цикл, 15-16, соответственно, 22-23 и так далее, они будут бить все более сильно по экономике и, естественно, в первую очередь будут бить по тем местам, где возможности для его противостояния ограничены. Прежде всего, там, где существуют большие дополнительные издержки, связанные с производством. В принципе, в общем-то, мы знаем, что государство более-менее занимается сферой, связанной с представлением бюджетных услуг, регулируя эти издержки через межбюджетные трансферты. В принципе, мы знаем, что в ряде регионов, скажем, о которых говорилось, скажем, Республика Алта или Тува, там уровень жизни населения регулируется через зональные коэффициенты, но все время остается в тени, собственно говоря, бизнес, та самая сфера нашей жизни, которая и формирует те предпосылки, которые обеспечивают саморазвитие, обеспечивают возможность решения всех других задач. В чем же, собственно говоря, пафос моего выступления? Он заключается в том, что, конечно, мы можем построить дороги, мы можем построить линии электропередач, мы можем построить предприятия или помочь их построить, но главная проблема, как обеспечить их конкурентноспособность вот при этих гораздо более высоких издержках, чем на равнинных территориях, не говоря уже о городах, их высокой концентрации всей социально-экономической инфраструктуры. И здесь, мне кажется, не вдаваясь в подробности вот тех вычислений, которые мы проводили и исследования в этой области, в принципе, могли бы рассматриваться три сюжета. Первое – это, конечно, субсидирование для хозяйствующих субъектов вот тех самых дополнительных издержек, то есть самой дельты-1 в собакопных издержках, которые возникают в силу природных обстоятельств, которые не зависят от организационных способностей, от иных способностей бизнесмена. Второе – это конъюнктурные риски, ну и природные риски, которые в горах также более чувствительны в силу специфики этой территории. И здесь нам представляется, что нормальный инструмент – это страхование. Страхование. И эти два инструмента позволяют нам существенным образом компенсировать издержки хозяйствующих субъектов, связанные с ведением бизнеса в горах. И тогда для них как бы снимается проблема, что надо идти глубоко в горы. Уменьшается соблазн работать на побережье, а не идти в горы. Но, разумеется, мы нашу необъятную родину знаем, конечно, и субсидирование хозяйствующих субъектов, и система страхования невозможны, если эти хозяйствующие субъекты не будут принимать условия добровольной сертификации. Добровольная сертификация сегодня, по сути дела, то, без чего невозможно выйти на мировой рынок. А я думаю, в общем, пройдет не так мало времени, судя по тому, что делается в нашем правительстве. И в Российской Федерации, на российские рынки тоже, так сказать, будет все труднее выходить без этой сертификации. И это, конечно, тоже должно поддерживаться, потому что сертификация – это довольно затратная процедура, но зато процедура, которая дает, на наш взгляд, наибольший эффект. Спасибо за внимание. Уважаемый Владимир Владимирович, тоже подключайтесь к общей работе, будем очень рады. И я обращаюсь, значит, здесь должна быть делегация из Чечни, из Осетии, наверное, есть, из Алтая, Горного, из других регионов. Тоже просьба подключиться и работать совместно в одной рабочей группе для отработки вот тех вопросов, о которых мы сегодня здесь говорим. Это означает, что на секционных заседаниях мы должны находить уже более конкретные ответы на поставление задачи. И, как мы убедились, и в международном плане, и в российском, значит, государстве, очень много подходов, разработок, которые уже осуществляются на разных уровнях разными институтами и субъектами. Следовательно, наверное, пришла пора компоновать все это и выдавать продукцию. И я должен сказать, что Дагестан угадал этот момент, когда уже эта проблема созрела для оформления в законах, программах и так далее. От научных исследований, от хартии, от деклараций, переходить к организации конкретной работы, переходить к формированию политики и права, которые должны регулировать эту очень важную сферу жизнедеятельности человека и общества. Поэтому я благодарен всем, особенно нашим гостям из Москвы, значит, я благодарен Льву Владимировичу, благодарен Гадису Абдулаевичу и всем нашим соратникам, друзьям, товарищам и гостям за то, что мы вместе делаем очень важное и нужное для нашей страны, для наших людей дело. Редактор субтитров А.Семкин